Хочу представить доклад роль ПИП или ПДКВ и маневр рекрутмента при однолегочной вентиляции в операкальной хирургии. Итак, у нас ИВЛ при однолегочной вентиляции придерживается абсолютно таких же правил и рекомендаций, как при любом другом ИВЛ при анестезиологическом пособии. Во главе угла протективная вентиляция легких, малый дыхательный объем, ПДКВ, маневр рекрутмента и контроль данной триады через дайвинг-прэш и давление плата. Однолегочная вентиляция на сегодняшний момент – это база при проведении таракальной операции. Она нам нужна для лечения поля для хирургического маневра. Без этого хирурги на сегодняшний день не могут оперировать. Что происходит при однолегочной вентиляции? Сдвиг вентиляционно-перфузионного отношения. У нас возникает шунт. Дальнейшая гипоксия может привести к различным послеоперационным легочным осложнениям. Говоря про однолегочную вентиляцию, следует обязательно вспоминность про вентиляционно-перфузионные отношения. В норме они немножко не соответствуют друг другу. А значение в ЭКУ-соотношении единицы начинается от уровня второго-третьего межребинного промежутка. Нормальная физиология распределения перфузии у стоящего человека, здорового. Под действием гравитации перфузия увеличивается от опекальных отделов к базальным отделам. То же самое под действием гравитации. У нас у базальных отделов создается менее отрицательное плевральное давление. За счет этого в базальных отделах комплайнс альвеол наибольший и вентиляция наибольшая. При однолегочной вентиляции первое, мы укладываем пациента на бок. Гравитация продолжает свое действие. Второе, мы выключаем одно легкое, коллабирим одно легкое, для того, чтобы хирурги приступили к работе. Вызов перед нами, как анестезиологами, это гипоксия. Откуда она возникает? Первое, это из-за коллабированного легкого. Как я уже сказала, этот фактор, с которым мы не можем бороться, он обязательно при проведении таракальных операций. Второе, возникает от аликтазы в зависимом, ниже лежащем легком. Причины. Введение наших стандартных аппаратов, гипнотиков, мериалоксантов. Диафрагма приобретает под действием релаксации куплообразное положение и поддавливает ниже лежащие легкие. Дальше. Механическое воздействие хирургов. Это то, что мы часто можем недооценивать. Мы всегда видим, когда таракальные хирурги случайно задевают легкое. Падение сердечного выброса, падение давления, аритмия на мониторе. Но мы не видим, когда они своими собственными руками, либо таракарами, либо оперируем легким, начинают механически поддавливать зависимое легкое, где происходит и вентиляция, и перфузия. На мониторе мы это не можем отследить. Можем догадываться либо по газовому составу крови, по изменению газового состава, либо это совершенно минимальное воздействие, мы можем его не учитывать. И последняя особенность таракальной хирургии – это боковое положение. Плюс мы немножко еще разлавляем операционный стол. При этом под весом собственного средостения мы опять отталиктозируем, то есть механически отталиктоза зависимого легкого. Смещаем органы брюшной полости, также куплообразное положение диафрагмы. При торакотомии мы выключаем из респираторной системы грудную стенку. Но это только при торакотомии, при торакоскопии мы это не учитываем. Вызов следующий у таракального анестезиолога – это сам пациент. Пациенты – это чаще всего курящие с сопутствующими респираторными заболеваниями КОБЛ. У них формируются воздушные ловушки, возникает гиперрефляция, исходная низкая сатурация, и из-за этого с самого начала есть работающий компонент легочной гипоксической вазоконстриции. Это основной рефлекс, направленный на уменьшение фракции шунта. Если у пациента он уже развит до начала операции, мы не можем его во время операции еще больше усугубить и улучшить. Что мы можем сделать с оксигенацией? Первое, что приходит на ум, это увеличить концентрацию кислорода. Но причина гипоксии при однолегочной вентиляции – это шунт. При работе устранить шунт просто повышением кислорода мы не можем. Шунт никуда не денется. Второе. Сам по себе кислород, как мы все уже знаем, это токсичное вещество. Не зря наш организм так старательно его прячет в гемоглобин. И это токсическое действие может распространяться на капилляры, на эпители альвеолы. И третье. Длительная вентиляция, хотя в таракальной хирургии это редкость, это больше в интенсивной терапии, длительная вентиляция 100% кислородом приводит к образованию абсорбационных атолектазов. Второе, что мы можем делать, мы можем наладить апноиную оксигенацию колобированного легкого, легкого, на котором оперируют хирурги, инсуфляции кислорода, подключением СИПАП аппарата. И здесь на картинке видно, как мы обратно рекрутировали, вернули вентиляцию, спущенные альвеолы, независимую легкого. Но в данном случае мы можем конкурировать, к сожалению, с хирургами. В какой-то момент они скажут, что мы им мешаем, и нужно уменьшить поток, поскольку он раздувает легкое, на котором они оперируют, либо вовсе его убрать. Третье. Мы можем настроить аппарат ВВЛ, рекрутировать, вернуть обратно в вентиляцию атолектазированные альвеолы. Каким образом? Настройка ПДКВ. Применение маневра рекрутмента, либо комбинации данных способов. Роль ПДКВ при однолегочной вентиляции абсолютно аналогична роли ПДКВ и в интенсивной терапии, и при других любых анестезиологических пособиях. Это обратно рекрутирование спавшихся альвеолы, если пациент рекрутабелен, и протезирование, восполнение дефицита фоя. Недостатки, риск перерездувания, увеличение легочного сосудистого сопротивления, увеличение из-за этого фракции шунта. Также стоит не забывать, что в данном случае создается повышенная постнагрузка для правого желудочка и пониженная его постнагрузка. Он работает в жестких условиях, а у пациентов с ХОБЛ очень часто, особенно в последних стадиях, состояние правого желудочка компрометировано. Много работ, описывающих роль ПДКВ именно касательно однолегочной вентиляции. Последнее, вышедшее в 2022 году, это не метаанализ, это мнение экспертов, где они обсуждали разные уровни ПДКВ при однолегочной вентиляции. За и против. Они сравнены в несколько уровней от нуля, дальше они выбрали уровни с низким ПДКВ, это их условное название, до 5 см водного столба, до 15 см водного столба, высокие ПДКВ, и выбрали индивидуальную цитрацию по драйвинг-прессу. Ноль, как и при протективной вентиляции, от нуля следует отказаться, в том числе и при однолегочной вентиляции, поскольку при ZIP, при нулевом ПДКВ у нас рекрутируется альвеолы с наименьшей перфузией, опять же, создается в свой вклад в увеличение фракции шунта. На данный момент существует гигантское, идет большое количество исследований по поводу ПДКВ при однолегочной вентиляции. Это значит, что объем данных еще исследуется, еще нет однозначного ответа. Самое большое исследование про ТОР, где планируется набрать тысячи пациентов, в нем две группы ПДКВ. Малая ПДКВ 5 см водного столба и высокий уровень ПДКВ 10 см водного столба. Оценивается по послеоперационным легочным осложнениям. Исследование все еще идет, набирается. Роль маневра рекрутмента та же самая, как и при ПДКВ аналогична при любом другом статологическом пособии. Рекрутирование альвеол. И следует понимать, что есть респондеры, то есть рекрутабельные и нерекрутабельные, те, кто ответит на маневр рекрутмента повышением оксигенации, либо те, кто не ответит. Также следует внимательно относиться к риску перераздувания легких. Маневр рекрутмента в однолегочной вентиляции. Последнее исследование прошлогоднего года закончилось. В нем сказано, что более половины пациентов в таракальной хирургии отвечают, являются респондерами на маневр рекрутмента. При этом сохраняется достигнутый объем от 20 до 60 минут. Через 60 минут эффект нивелируется. Чаще всего через 30-40 минут. В нашем клиническом научном центре сейчас проходит исследование. Мы выделили 4 группы пациентов с низким ПДКВ, с высоким ПДКВ, с применением маневр рекрутмента и без применения маневр рекрутмента. Здесь следует оговориться, что маневр рекрутмента – это стандарты при протективной вентиляции легких. И просто так убрать мы его не убирали. Мы его применяли в группе без маневр рекрутмента только после интубации. В остальных случаях в группах с применением маневр рекрутмента мы применяли их гораздо чаще, что будет сказано дальше. Что у нас получилось? Пациенты пока что мы обсчитали и провели только у 15 пациентов из каждой группы. То есть исследование не завершено. На данном этапе у нас получилось, что ПДКВ не так влияет на оксигнацию, как маневр рекрутмента. А в группах с более частым использованием маневр рекрутмента значительно более повышение оксигнации по сравнению с группой с единошным применением маневр рекрутмента. И когда же мы проводили маневр рекрутмента? В однолегочной вентиляции есть еще одна особенность, кроме того, что постоянное механическое воздействие хирургов на зависимое легкое. При однолегочной вентиляции в таракальной хирургии мы постоянно перенаправляем потоки газа. Допустим, интубация. Мы полностью поток газа нулевой. Создается условие для коллабирования легких. Дальше мы установили двупросветную трубку. По очереди спускаем каждое легкое. Еще раз перекрыли потоки газа. Еще раз одна причина для создания атлетозирования. После этого положили на бок. Еще раз проверили состояние двупросветной трубки. Хирурги просят в конце операции проверить аэростаз. Мы вновь включаем поток газа и вновь его включаем. Еще одна причина, создающаяся для атлетозирования альвеол. И при расследении контура, точно так же, как и при любой другой анестезии, на нас перекрывается поток газа. И у нас получилось, что когда мы суммарно в этих критических точках применяли маневры рекрутмента от 4 до 6 раз во время стандартной операции резекции легкого, у нас респираторный индекс и оксигенация увеличились в группах с таким частым применением маневр рекрутмента. Почему? Это две причины. Потому что частый сброс потока, перенаправление потока, создают условия для атлетозирования. А второе, что мы недооцениваем механическое воздействие хирургов во время операции. И стоит на это обратить внимание. Все. Спасибо за внимание.